Прежде всего, с вами Стат Сейн. Сегодня обсудим опять в очередной раз ТО у дилера, сколько у нас сейчас стоит и ошибки тех, кто его делает у дилера. Хотя у дилера сделать ТО можно, но для этого нужна голова, чтобы не облажаться. Итак, разбираем последние данные, какие-никакие у нас есть. Данные, 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 плюс-минус 2 месяца. Итак, это ТО у нас на моторе 1.4, Шкода Октавия 8. Как видим, коды и фильтровка у нас запоминайте. Фильтр воздушный с ЭЧПА. Цена 2384 рубля. Кошмар. Отдали, скидку 100 рублей дали. Ладно, фильтр салонный, антиллергенный, который даром не нужен. Одна штука, 3365 рублей. Отдай со скидкой за 3100. Сразу говорю, если вы хотите сэкономить на ТО, вот этот фильтр салонный можете ставить свой. Ни на какую гарантию, ничего, он не влияет. Сразу минус 3000 на ТО. Фильтр воздушный еще тоже, он по регламенту меняется только на втором ТО, так это, надо сказать, и второе ТО. Ну, если вы довели машину до того, чтобы вы уже два ТО не меняли фильтр, ну, грош вам цена, как специалисту-шкодоводу. Так, расходные материалы, 290 рублей, не знаю, что это такое, на какую-нибудь брызгалку вот этих сделали, вот масло, могли тряпочки протереть. Пробка сливная, 442 рубля без скидки, 440 со скидкой, обалдеть. Свечи зажигания, Long Life, индусу у нас так, 04Е905, 612 цены. Насколько я помню, это бошевские свечи, цена по 1800, ну, еще куда не шло с новыми ценами. Ну, не знаю, как там этот питерский бамбук продает свечи по 1400, хотя я открывал сайт китайский фирм, и там почему-то все свечи оригинальные, ваговские и бошевские по 100 долларов, как ни странно, да, кто-то где-то врет. 7132 рубля, но если на этих свечах есть проверочные наклейки, еще стоять можно безопасно, если без наклеек, то все на своей стиле дилера, потому что этот серый импорт, это серый импорт, серые запчасти, вернее, как называют его, параллельный импорт, ну, он параллельный импорт серому. Так, кольцо платительной пробки поддона. 282 рубля, со скидкой 268. Итак, пробку вообще можно не менять, меня только кольцо, и все. Итак, самая главная и самая грубейшая ошибка этого ТО, мало того, что он пошел в дилеру, он залил этот человек масло 508-го допуска, 0V20. Скоро будут ролики, я вам разжую тему, почему это большая ошибка. Во-первых, это масло не подходит для этого мотора ни коим образом. Во-вторых, ему залили 5 литров, а в этот мотор заливается 4,2 литра. 800 грамм масла просто-напросто... Ладно, если ему отдали это масло, но если не отдали, то просто кинули. 12 1115 рублей только за масло. 12 000 рублей за самое худшее масло в линейке Вольцвагена. Обалдеть. Масляный фильтр с буковкой Т в конце. Т, да, Т, как ни странно. Когда их раньше никогда не было, да, насколько я помню. Т, если я не ошибаюсь, это турецкие фильтры, якобы турецкие. Ну, как мы знаем, турецкая тоже не друг за 1200 рублей, за 1182 рубля отдали, но очень фиг с ним. Вопрос там к фильтрующему элементу. Насколько я помню, у нас Ашка была с завода и Бшка. Тшка это Т, Турция. Глупо, все это глупо. Качество комплектующих и самого ТО под большим вопросом. Работа. Свечки поменяли за 1000 рублей, за 1100 рублей, да. Инспекционный сервис какой-то, позамени масла 2500. 4000, норма часто, 4000 подорожало все. Замена воздушного фильтра стоит 280 рублей. Инспекционный сервис, 1400 за что-то отдали. И фильтр салонный поменяли за 280 рублей. Итого, 5600 за работу, 26000 за расходники, 32455 рублей к оплате. Это, по мне, кошмар. Страшно представить, сколько будет стоить ТО на 2-литровый мотор, там, где они туда, если они в этот мотор, залили 5 литров масла, по крайней мере, продали. В этот мотор, я думаю, они продадут, попытаются пытаться все 8 литров, чтобы с вас поименеть денежки. Будьте внимательны. Для тех, кто плохо понимает в процессах старения масла и в процессах защитных свойств и коммерческих, и торговых свойств масла, есть консультации на Телеграме, канал СтасН, раздел Академия Масла Н, там проводятся платные консультации по маслу. Все легко и просто. Вы вносите взнос, получаете ответ на ваши вопросы. Если вы хотите все получить бесплатно, проблем нет, открывайте Яндекс.Зен СтасН, там открыта новая рубрика, рубрика Академия Масла Н, там, где есть статейки, и вы сами можете спокойно изучая материал, получать знания. Ну, естественно, такой объем знаний получить сложно, большой, но, как сказать, получить подпитку в знаниях, реально. Ну и, как говорится, смотрите канал СтасН, и все будет хорошо. Новый ролик и итог на Яндекс.Зен СтасН. С вас старший лайк, подписка. До свидания.